Мир вам! Братья и сестры, сегодня у нас Александр Тедорович есть. Здесь вообще бывает, по-моему, это салон. Отец Наш Небесный, благодарю Тебя перед Богом на небе вверху, для Тебя у них звук, и там, где народ Твоя собирается, общив и сопив с нами, с присутствием, будь пристал говорящих слова, всех поющих, всех поющих, чтобы это было не только нервное, благодарю тебе, великий Бог для нашего спасения. Прославься в нашей жизни, в нашем общении, в нашем гордении перед Тобою, Отец и Сын, и будь Святой. Аминь. Аминь. Мы теперь будем видеть сборника номер 817. «Воспою любовь к Христа, умеру от Бога Христа». Аминь. 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Аминь. Аминь. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Послание филиппийцам, 2 глава, с 1 стиха по 10 стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая подрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомыслны. Ничего не делайте, полюбопредием или по счастью, славеем, но посмиренно мудрим, почитайте один, его высшим в себя. Не по себе только каждый заботся, но каждый и во других, ибо в вас должны быть те на чувствование, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, и почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал, как человек. Смирен себя, был послушным, дарил до смерти и смерти креста. Посему и Бог провознес Его и дал Ему имя выше всякого имя, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и происподних. Друзья, друзья, дорогие, Рапостол Павел пишет послание филиппийцам, и в центре его послания Христос. В центре его жизни был Христос. В этом послании, 1 глава, 21 стих, первая половина стиха, обратите внимание, такое смелое, сильное заявление, ибо для меня жизнь Христос. Ибо для меня жизнь Христос. И поэтому, и в предыдущем послании филиппийцам, послании к колосянам, у него в центре Христос. Но Христос, не мыслив без церкви, потому что Он глава церкви, и поэтому в этих трёх посланиях Христос и церковь. И мы прочитали с вами, он пишет об идеальном таком состоянии церкви. Вечеря Господня, первое послание к коленненам, братья будут сегодня читать ещё, кто будет читать это слово перед молитвами от хлеба, вы убедитесь, что там, в центре, не хлеб, а Христос и церковь. Потому что заканчивается только тревог, мы не всегда читаем, ждите друг друга. То есть, это вечеря, которая должна объединить, вечеря, которая должна напомнить, что мы Дело Христово, мы одно Христое. Мы не просто собрание людей пришли и ушли, мы Церковь Христово, о которой говорил Иисус Христос, и поэтому Он как глава, как центр, в центре Христос и Церковь Христово. И Дело Ломимое, Его Гро пролитое, потому что именно это и есть вся основа нашего спасения. Поэтому, братья и сёстры, в начале второй главы мы читаем об отраде любви, общении Духа, милосельнии, сострадательности. И апостол Павел пишет второй стих, «Дополните мою радость». То есть, чтобы радость его была совершенной, он призывает «Имейте одни мысли». То есть, одинаково мыслите о гостях, о Боге, об этих истинах, о спасении, о Церкви. Имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Друзья, дорогие, это не просто слова. Это то, чего Он ожидает от нас благодаря Своей жертвы. Благодаря Христу это то, чего Он ожидает от нас. Он ожидает от нас единомыслия, любви, единодушия. Это очень важные моменты. Это идеальная Церковь. Он ожидает от нас тела своего такого. Его тело не должно носить болезни этого мира, в котором зло и вражда. Его тело должно вот таким быть. Обратите внимание, что и в первом послании в 12 главах апостол Павел пишет вот это испаянность, вот это единство тела. Первое, все члены одинаково заботились друг о друге. Почему страдает не один член, страдают все члены. С вами самим один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь член. Братья и сестры, там в 11 главе послания Корыбина, когда мы читаем, там призыв размышлять потери, а тело Христово церковь, вот это, а вы тело Христово, порознь членов. И вот такими мы должны быть. Послание Колоссянам, 3 глава, апостол Павел в практической части пишет, каким должно быть состояние настоящего тела Христового, его церкви Христовой. Смотрите, Колоссянам 3 глава с 12 15 Христи. Итак, повлекитесь, как избранное Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, в малость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и до владычества в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теме, и будьте дружелюбны. это идеальная церковь, да, братья сёстры, любого совокупного совершенства, вот это расположение друг к другу, в сердцах мир Божий, и мы дружелюбны. И в послании к римлянам 12-я глава с 9-го по 10-й стих апостол Павел снова в каждом послании он пишет, какой должна быть церковь. Мы такими должны быть. Это то состояние, в котором мы должны быть. Ради чего умирать из дома. Любовь-то будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилипляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг по другу с нежностью. Обратите внимание. Будьте братолюбивы друг по другу с нежностью. Интересное слово, да? не просто да, а с нежностью. По чтительности друг друга все предупреждайте. Ну тут перевод такой немножко в украинском вы поражайте. По чтительности вы поражайте. То есть не ждите пока к вам, а вы другим. по чтительности друг друга предупреждайте. Смотрите, все вот эти качества, если вы внимательно служили сегодня, молились, молите, они должны быть в каждом из нас. Они должны быть в каждом члене церкви. В теле Христовом эти взаимоотношения должны быть. Их можно углублять, их можно расширять, но друзья другие, мы должны это уметь. И когда церковь будет прекрасна не музыкой, не хорами, даже не проповедями, а церковь будет сильна своим состоянием. Когда только начиналась перестройка, и нам приходилось выходить, дали возможность выходить к людям на стадионы, на площади, значит, мы раздавали прогнозительные, и когда даем прогнозительные, спрашивали, а в вас какая вера? И знаете, какое, я никогда не стыдился сказать, что мы ивановские христиане, баптисты. И что я слышал часто, мы ездили по области, мы были в Депрорудном, в Васильевке, где еще не было церквей, мы фильм показывали, что бывает прогнозительное, когда я говорил, что мы ивановские христиане, баптисты, знаете, что люди говорили, какое было мнение, что советские были вещи, люди вынесли, очень часто нам говорили, а, это те, которые помогают в Депрорудове. Мне так часто это приходилось слышно. В разных районах, в разных частях нашей области, ивынили, хоть в Каменке, в Запорожье, в разных пилотеатрах, мы везде показали Депрорудову, мы разговали прогнозительно, и я очень часто слышно, мне не стыдно было сказать, что мы ивановские христиане, баптисты, или девчонки говорили, а, это те, которые помогают друг другу. Братья и сёстры, мы стали больше знать, мы стали больше читать, мы стали больше ознакомлены, но стали ли мы лучше? Настолько мы должны сегодня проверить себя, вот эти качества, которые мы читали. Мы такими быть должны, те чувства, и поэтому филиппийцы мы прочитали 2 главы, потому Павел пишет потом 4 стих 2 главы, «Не о себе только каждой заботься, на каждой и о другом, ибо в вас должны быть те же чувства вами». Обратите внимание, в вас в каждом из нас должны быть те же чувства вами, какие и во Христе Иисусе. То есть мы должны одинаково, в других переводах есть написано два, должен быть такой образ мыслей, как Иисуса Христа. То есть чувства это ощущения, они рождаются из мыслей. Мысли, какие мысли, такие будут ощущения. Если мы о ком-то мыслим положительно, вот вы знакомы, вы мыслите о человеке положительно, вы знаете хорошие, вы хотите, вы думаете хорошие о человеке, то и чувства у вас будут приятные приезжают к вам человеку, которого вы любите, то у вас чувства такие, вы рады, вам приятно, вы идите в собрание с радостью. Я читал когда-то Иван Парчук писал, что в одном городе, в одной церкви была семья, и мальчик ходил в среднюю школу. Потом семья переехала совсем на другой край города, и он снова ездил в эту церковь. Я спросил почему ты так далеко ездишь? Почему? Мало там церквей. А в этой церкви меня любят. Простой детский ответ. Я еду потому, что в этой церкви меня любят. Прости сестры. Я бы не так конечно. Это когда повзрослее этот мальчик, когда станет взрослым и скажет я еду в эту церковь потому что я ее люблю. Пока мы младенцы мы очень чувствительны к тому любят ли нас. Расположены ли к нам. Но мы должны дорасти до состояния когда мы любим. Когда мы расположены. Почему? Потому что написано в вас должны быть те чувствования какие во Христе Иисусе. Вот какие во Христе. Смотрите его чувствования переданы чувствуют человек ну знаете мы не всегда можем знать мы не всегда можем видеть мы не всегда можем догадываться потому что если человек печальный он бывает печален потому что обижен а бывает печален потому что сострадает кому-то узнал новость узнал печальную новость и он печальный у него лицо печальное и тогда он молится тогда нас переживает тогда он хочет чтобы тому человеку было лучше чтобы болезнь прошла или еще что-то поэтому мы не знаем чем говорить но поступок испытания проявляется чувство валий когда христос спрашивал учеников где вера ваша когда хлеб с рыбой ели нет когда буря была на воде когда они переживают погибают а он спал на корме ему пришлось спросить учеников где вера ваша то есть испытания проявляется действие человека вера скорби каких-то особых испытания и он проявил свою веру в Бога когда когда всего лишился если бы он сказал должны ли мы принимать от Бога только добрые а злые не должны принимать когда все было хорошо это было джон но когда всего лишился и сказал слова упования на Бога они выразили его доверие Бог его упования на Бога друзья дорогие вот и Иисуса рассказал мы лучше всего видим когда когда он пришел отдать себя за нас именно когда мы взирали на Бога когда мы на то как Его вели как Он страдал проявился Его характер именно тогда и у вас должны быть чувства ваше и Иисусе и апостол Павел переводит на то что Он имел положение выше всех но смирил себя Он стал как мы а мы себя знаем мы набор склонностей греховных мы набор эмоций отрицательных мы способны побежать мы способны Бога забывать способны не славить Бога и так дальше и Он стал на наш порвить чтобы спасти показать пример и поднять нас вместе с собой на кресте отдал себя за нас и поэтому вот здесь написано смотрите такие трепещи которые сказаны о нем вот Павел пишет показать урубить 7 стих но уничижил себя самого вот он примерно нам он унизил он знаете не возвысил а унизил себя самого он смирился он унизил себя самого он уничижил себя самого почему как будто принял образ раба не царя с короной он царь царей но он принял образ раба нам непонятно сегодня но образ раба это самого бесправного человека Рак должен только повиноваться, и у него никаких больше нет возможностей диктовать, командовать, хотеть, не хотеть. Он должен быть исполняющим только волю своего Господина. Он принял образ раба. И дальше мы читаем 8 стих. Смирил себя. Смирил, то есть встал в такое положение, когда готов исполнить любую волю Отца Небеского. Ему было безразлично. Смирил себя. Он смирил себя, то есть он был готов выслушать любое повеление, любую волю. И это смирение выросло в чем? В послушании. Смирил себя, был послушен. А как у нас, друзья, с послушанием? Так как и со смирением, да? Если смирение есть, то есть и послушание. Но иногда у нас послушание до какого-то предела. Где-то жена мужа служит до какого-то предела, пока ее воля не зацеплена, ее хотение. Где-то дети служат родителей до какого-то предела, где-то пресс-фитера в церкви слушают до какого-то предела, где-то регента слушают, а где-то не слушают. И так дальше, да? То есть мы способны где-то до какого-то предела. Христос был послушен в мужном стихе. Был послушен даже... Скажите себе, сосредоточи внимание на этом слове. Мы будем вспоминать страдания. Вы послушали даже смерти и смерти креста. Братья и сестры, и в этом послушании прошла его жизнь. И поэтому его молитва перед Левсиманией, Иоанна 17,4, мы читаем. Иоанна 17,4, его молитва очень искренно и правдиво рассказала. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Лучше не скажешь, да? По послушанию. Лучше не скажешь. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Мы сегодня, друзья, совершаем вечерю в его воспоминаниях. И чтобы иметь чувствование, которое он имел, давайте мы прочитаем сейчас ряд мест, как он ввел себя в этих испытаниях. Испытания как раз и показывают, над что мы хотим. Они показали весь его характер. И поэтому мы читаем, когда он был у первого священника, Иоанн, как Марка, 14 глава, 60 и по 62 стиль, Марка 14, 60 по 62, мы читаем. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса, что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. Но он, что он сделал? Молчал. Вопять на рассвещении спросили, сказали, ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал, я. И вы узрите, Сына Человеческого Сидящего Одесной силы И грядущего на Благах Небесных. Но обратите внимание на начало мы читали, на шестидесятый стих. Иерусалим спросил, что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. Братья и сёстры, вот здесь проверяется наша способность быть похожей на Христа. Вам приходится, когда кто-то против вас что-то свидетельствует. Когда против вас что-то говорят, против вас где-то кто-то выступил, кто-то против вас что против, не за, а против. Вам приходилось такое? Я думаю, все, да? Где-то в какой-то сфере. И как бы мы повели себя, когда против? Я пошёл сам, и был молодым проповедником, и были братья, которые были против. На братском был теперь брата, которые всегда выступали против. И что я делал? Знаете, что я подхватывался и защищался. Я говорю, что это не так, вы не поняли. И то не так, и то не так было. Но рядом сидел, в общем, крепкий меч, такой крепкий бою. И только я собирался подхватиться, он уже руку на плечо и говорил, не защищайся, и не нападай. Знаете, это осталось, пока, пока бы я плод чуть-чуть привыкала не защищать. Пусть сидит брат на первой скамейке, который я только закапливал, а уши затыкал, и всё, мы пробуем и сидит вот так пальцем в ушах. А я должен не возмущаться, я должен смиряться, я должен соглашаться с этим, я должен не обращать внимания на это. Братья и сёстры, моя плоть противилась. Как вы думаете, после собрания я спешу брату руку подать? Я к нему подходил к самому поселению. Он потом возникновение садился, сидел. Друзья, дорогие, отвод-то моя противилась, а дух-то должен быть наоборот, а вот Христа тогда обвиняли незаслуженно, что он делал? Молчал. Что делает жена христиана, когда муж незаслуженно обвиняли? Молчит. что делают дети, когда их незаслуженно обвиняют? Что делаем мы на работе, когда нас незаслуженно обвиняют? братья и сестры, у нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Они должны быть такими. Он молчал. Он молчал у Пилата. Иван Луки 23 глава 20 по 25 стих. Луки 23 20 стиха. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали распни его. Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал он. И я ничего достойного смерти не нашел в нем. И так наказал отпущу. 25 стиха. Но они продолжались великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик и просвященникам. И Пилат решил быть по прошению их. И отпустил им просаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили. А Иисуса предал в их волю. И он не противился. Мы читаем 39 стих этой же главы Ивана Луки. 39 стих. Один из повешенных злодеев взрослой его и говорил «Если ты Христос, спаси себя и нас». Три креста, на нем распяты, три человека, на среднем кресте Христос. И один из разбойников вися, прибитый продолжает злословить. Это уже совсем близко. Это совсем уже после твоего уха злословит тебя. И Иисус Христос не злословил взаимно. И Иван Марко 15 глава 3 по 5 стих. Если мы сегодня будем воспоминания Христова делать вечерем, давайте пройдем этим путем вместе с Ним. И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил, ты ничего не отвечаешь, видишь, как много против тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат удивился, удивлялся Пилат. Мы читаем Ивана и Матфея, 26 глава с 67 по 68 два стиха читаем. Матфея 26, 67, 68. Тогда плевали его в лице и заушали его. Другие же ударили его полагнитом и говорили про реки нам Христос, кто ударил в тебя. Эту картину можете себе представить? подходили человек плюнуть, это надо близко подойти, да? Это надо в глаза посмотреть и плюнуть ему в лице. А потом ударить сзади, подойти и сказать угадать, кто тебя ударит. И это Христос Керина стих. И не согласовывая имна. Мы читаем Исаии 53 глава с 3 по 7 стих. Исаии 53 глава с 3 по 7 Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали его лице своем. Он был презираем, и мы немощно скалили его, но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он извязан был в карте слова, молитвенно вдумайтесь сегодня, но Он известен был за грехи наши, мучил за беззаконие наши, наказание мира нашло было на нем, и ранами его исцелились. Все мы блуждали как овца, собратились к камне на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклане, и как камне стыргущим его безглазия, так он не отверзал уст своих. А если бы нас, то мы нас отверзали, мы это слим это сказать, да? Так же вот здесь все так. Вот Павел даже тот однажды сказал, не выдержал стыду, скажу, у нас на это не хватало сил, а он не отверзал уст своих. Мы читаем, дорогие друзья, в той великой кротости, потому что смирить себя, то быть кротким. Исаик 50-го 6-й стих, это стих, который без собравания нельзя читать, стих, который не можем прочитать просто, знаете, так, бегом. Он говорит после этого о нем, это его личное свидетельство. Я предал хребет мой бьющим, ломиты мои поражающим, лица моего не закрывал от уруганий и обливаний. Вот какого Христа мы сегодня вспоминаем. Вот какие чувства должны быть у нас сегодня? Мы должны учиться у него, дорогие друзья. Я продал хребет мой бьющим, ломиты поражающим, лица не закрывал от поруганий и обливаний. Мы читаем сегодня у Ирода Луки 23-я глава 10-й 11-й стихи. Он стоит даже не перед местным правителем, а перед другим Иродом. И первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его это перед Иродом. Но Ирод со своими воинами обратите внимание уничижил его, насмеявшись над ним, подел его в светлую одежду, отозвал обратно к Пилату. Уничижил, те обвиняют, Ирод уничижил, а потом отдел и отправился к Пилату. Друзья дорогие, Иван для Иоанна 19-я глава 1-й 3-й стиха 19-й главы Иван для Иоанна. Тогда Пилат взял Иисуса и велел что? Бить, бить Его. Его или сплетши венец и стерна возложили Ему на голову и одели Его в багряницу и говорили радуйся царь Евдейский и били Его полонит полицей били его. Сплетли венец и били 16-й и 17-й и 18-й стихи это 19-й главы. 16-й стихи 19-й главы. Когда наконец Он прыгал Его на распятие и взяли Иисуса и повели и неси крест вышел на место называемое Лобное по-еврейски Лоба. Там распили Его и с ним двух других по ту и по другую сторону а посреди Иисуса. Это Он за нас шел на крест. Другие друзья, Иван Марк 15-й глава 16-й по 20-й стих значит с разных сторон как картина. про человек с разных сторон посмотрим. А воины отвели его внутрь двора то есть приторий собрали весь полк и одели его по границу и сплетшие терновый венец возложили на него и начали приветствовать его радость царь евгеньский и били его по голове тростью и привали на него и становясь на боление кланялись ему по 20-й стих. когда даже нас нас сняли с него больницу подели его в собственную одежду и повели его чтобы расстать его и все это за меня все это за вас петр который близко был даже был отборит расхищенника отрекался и и очень много пишет о нем ссылается и петр в своем первом послании обратите внимание сколько раз чтобы убедить нас поступать по христиански поступать как он он указывает на крест обратите внимание первая петра вторая глава с 19 по 24 стих первая петра вторая глава с 19 стиха читаем когда первая петра вторая глава с 19 стиха читаем ибо то угодно Богу если кто помышляя о Боге переносит скорби страдая несправедливо ибо что за похвала если вы терпите когда вас бьют за проступки но если делая добро и страдая терпите это угодно Богу ибо вы к тому призвали потому что и Христос пострадал за нас оставил нам пример дабы мы шли по следам Его он не сделал никакого греха и не было действия устах будучи злословим он не злословил взаимно страдая не угрожал но продавал по судье праведному он грехи наш сам возрастил своим на греха дабы мы избавившись от грехов жили для правды ранами Его вы исцелили 1 Петра 3 глава с 8 по 12 стих Петр пишет снова и снова направляет Голгоф наконец будьте все единомыслены сострадательны братолюбивы милосердны дружелюбны смиренно мудры не воздавайте злом за злод или ругательством за ругательство напротив вам славляйте зная что от Нему призваны чтобы наследовать благословение и Бог кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни тот удерживая язык своего зла и встас в лет рукавых речей вот по 12 стих упоняйся в зла и делай добро ищи мира стремись к нему потому что очи Господа обращены к правильным и уже его к молитве их но лице Господи против делающих зло чтобы истребить их земли Петр пережил это на себе Петр на Христа указывает что подражали ему 3 глава 15 стиха по 18 Петр пишет Петр который близко был виделся Господа Бога святитель в сердцах ваших будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета дать упование дать ответ скротностью и благоговением вас должны быть те же чувствования как во Христе Иисусе имейте добрую совесть дабы тем за что злоскорят вас как злодеев были постаршены порицающие ваше доброе житие во Христе ибо если угодно воле Божьей лучше пострадать за добрые дела нежели за злые потому что и Христос чтобы провести нас к Богу однажды пострадал за грехи наши праведные писания праведных был умер слен по плоти но жил духом 1 Петра 4 глава с 1 по 5 стих мы идем к Он будем молиться скоро но я хочу чтобы сегодня мы неформально чтобы сегодня мы осознанно участвовали в желании иметь те же чувствования какие во Христе Иисусе и так как Христос пострадав за нас плоти то и вы вооружитесь той же мыслью и пострадающий плотью перестает грешить чтобы остальное его плоти время жить уже не по человеческим богатям но по воле Божьей и мы довольны что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой продаваясь нечистотам похотям мужевожеству скотовожеству помыслом пьянством и ближеством тысячи и пяти и нелепому игровослужению почему они не дивятся что вы не участвуетесь с ними в том же распутстве и злословия вас они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых а наш суд на кресте и заканчивая братья и сестры я хочу обратить внимание что апостол петр призывал он прошел этот путь смирения и призывал нас к этому 5 глава 5 по 7 стиль также и младшие поминуйтесь пастырем все все же подчиняя друг другу облегитесь то есть оденьтесь смиренно мудрее смиренно мудрее потому что Бог гордым противится а смиренно дает благодать и так смиритесь под крепкую руку Божью да вознесет вас в свое время все заботы ваши возложите на него ибо он печется в вас друзья другие можно продолжать можно очень много еще прочитать мест писания проживающих нас подражать Иисусу Христу у вас должны быть те вечерствования какие вы христили Иисусе и просто вспомните что в Откровлении написано в первой первой главе и уйти во всякое око и те которые пронзили его те кто бил кто плевал кто унижал кто тримул распятие все представлены предлимом но есть одно очень важное слово его смеление и мы читаем Иван Иван молился на кресте прости им его не знают что делают вот это в этом и выразилась его любовь к нам любовь к тем кто распинал любовь к тем кто пронебрегал любовь к тем которые все сделали чтобы устранить его из своей жизни прости им ибо не знают что делать мы сейчас будем молиться может кто до сих пор пронебрегал может кому кого касаются слова и мы ставили его не в что сегодня можем попросить прощения сегодня можно у Христа сказать прости прости теперь я твой отдать ему сердце свое сказать вот оно сердце Божье владеет сегодня мы можем участвовать с сознанием что нам нужно стремиться быть похожими на него вас должны быть те же чувствования какие во Христе и Иисусе Аминь мы помолимся и может быть кто-то желал на сегодня покаяться может кто-то желал на сегодня прийти в Господь попросить прощения его может кто-то желал на сегодня сказать прости за все дни подпадения все дни отступления кто-то желает покаяться кто-то еще желает сегодня покаяться обратиться к Господу кто-то желает сегодня стать радостью пусть Господь может оценить жертву его Спасибо. 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 И все вместе споем радию я и торжествую спасение я кровью Христа. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Господь Иисус за приход на эту землю, за твою безгрешную жизнь, которая стала для нас образцом и миром во всем. Более всего, благодарим Тебя за то, что Ты добровольно взошел на крест Голгофа. Не потому, что должен был это сделать, не потому, что заслужил это, но потому, что мы грешные, мы нуждались в прощении, и Ты даровал нам прощение и усыновление. Мы благодарны Тебе, наш Господь, за Твою блестную смерть, для того, чтобы мы могли жить, жить для Тебя. Для Твоей славы. Благослови наше участие в этой чаше. Благослови снова и снова видеть Тебя перед Собою. Благослови, Боже, посвящать каждый день своей жизни тому, чтобы имя Твое славилось в каждом нашем шаге, в каждой мысли и в каждом чувстве. Благослови наше участие в этой чаше. Прославься в этом. Господь и Бог наш, Отец и Сын Святой Дух. Аминь. Аминь. На тех же условиях, кто участвовал в Европе, участвовали в чаше. Братья и сестры, вы помните, какой псалом мы читали в начале собрания? Пятидесятый псалом. Я хотел бы также, чтобы мы, перед тем, как им с вами молиться, мы прочитали в заключении еще один псалом. И этот псалом, он очень тесно связан с Пятидесятым псаломом. Это тоже псалом покаяния Давида. Этот псалом говорит о том же самом событии, только говорит немножечко с другой стороны. Пятидесятый псалом говорит о том, как грех стал известен Давиду, когда пророк к нему приходит и открывает этот грех, когда Давид кается. А тридцать первый псалом, это Давид уже говорит, он делает анализ, и он говорит уже после его покаяния, что с ним происходит. И мы с вами прочтем этот тридцать первый псалом. Псалом Давида. Учение. Сложен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем в духе нет лукавства. Когда я молчал, обучали кости мои от вседневного стинания моего. Ибо день и ночь наготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуну. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего. Зато помолимся тебе каждый праведник во время благопотребной, и тогда развитие многих вор не достигнет его. Ты покров мой. Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостью и избавление. В разумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя. Око мое над тобою, не будьте как конь, как лошадь несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать в устое перед делами, чтобы они покорялись тебе. Много сгоргений честье. По уповающему нас Господа, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь праведно и торжествуйте всем правым сердцем. Когда мы смотрим на этот псалом, вот я хотел бы буквально коротко посмотреть на один стих, это третий стих, где Давид призывает нас с вами не молчать. Он говорит, когда я молчал, обещая кости моей от вседневного стенания моего. Бог готов прощать человека, Бог готов выйти навстречу человеку, когда человек исповедует свои грехи. Когда человек не молчит о своем грехе. Иоанн когда-то писал в первом послании Иоанна, первая глава, восьмой и девятый стих. Первое послание Иоанна, восьмой и девятый стих. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. И дальше Иоанн пишет, если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Интересно, что когда мы смотрим на этот псалом, на то место писания, которое мы читали в первом послании Иоанна, они говорят о том, что мы должны исповедовать свои грехи. Мы должны смотреть в первую очередь внутрь своего сердца. Первое послание Коринфянам, одиннадцатая глава, двадцать восьмой стих. Мы часто читаем эти слова. Там говорится, да испытывает же себя человек. И таким образом он ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Дамит и Иоанн, они вместе говорят о том, что прежде всего мы должны смотреть в свое сердце. Мы должны исследовать свое сердце и исповедовать свои грехи. Может быть нам так интересно заглянуть в чью-то чужую жизнь. Как бы хотелось увидеть сердце вот другого человека. Или может быть, когда мы читаем Божие Слово, и приходят где-то мысли, ага, вот это место писания бы вот этому брату или этой сестре. А вот у этого человека есть проблемы с гордостью. А у этого есть проблемы в непрощении. Но интересно о том, что Божие Слово, оно очень и очень лично. Когда мы с вами можем вспомнить те события, Бог дает закон народу израильскому. Они выходят оттуда, из Египта, подходят к горе по сценарию. И там Бог дает их скрижали. Дает всему народу. Но помните, что было написано на этих скрижалях? Не было написано, не убейте, не прелюбодействуйте, не градите. Но Бог через Писание, Он всегда очень лично обращается к каждому. Там было написано, не убей, лично ты, лично тебе, Божие Слово, не убей, не сотвори вот ложных себе кумиров, не прелюбодействуй, не гради, не лжесвидейте стойку от своего человека. И вновь и вновь Лерит напоминает о том, что нам нужно посмотреть в свое сердце. Вся не раз, когда я читаю Божие Слово, Бог обращается через него к моему сердцу, к моей душе. И интересно о том, что Давид говорит о том, что покаяние, оно не является слабостью. Порой люди воспринимают, когда человек осознает свою вину, когда человек просит прощения, это какая-то слабость. Но Божие Слово наоборот говорит, что только сильный человек, он может признать свою вину и попросить прощения. И поэтому как раз в 9 стихе Давид вновь говорит об этом, не будьте как конь, как лошадь несмысленный, который в челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. То есть не будьте вот теми, кто противится Господу, признайте свои грехи. И Давид посмотрите, дальше говорит о той удивительной радости, которая наполняет его сердце. Невозможно иметь радость, невозможно иметь часть, невозможно иметь внутренний мир в сердце без Божьего прощения. Когда Бог очищает сердце, когда он обрывает его кровью, Иисуса Христа, невозможно иметь этой радости. И поэтому Давид говорит, он заканчивая 5 стих, он говорит, что является причиной его радости. Он говорит, ты снял с меня вину греха моего. И посмотрите, как здесь меняется этот характер, на настроение в этом псалме. Давид дальше продолжает. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное. И такая снисия многих год не достигнет его. Ты покровуешь. Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. И 11 стих. Веселитесь, Господи, и радуйтесь праведно. Торжествуйте все правые сердца. Поэтому, братья и сестры, я думаю, что мы сегодня все участвовали достойно. Участвовали достойно не в том, что, Господи, посмотри, какой я. Господи, посмотри, вот я чистый перед Твоей пришел. Но мы участвовали в сокрушенных сердцах, заглядывая внутрь своего сердца, исследуя свою жизнь, проверяя ее. И просили Бога, чтобы Он очистил нас посредством крови Иисуса Христа. Аминь. Давайте попросим. Аминь. Отец наш, Небесный, Господь наш, мы благодарны за то, что сегодня мы должны могли вновь поднять взор на голову, где за нас умирал Божий Сын. Где Божий Сын заслонил нас с собой, Божьего гнева, должна была пролиться, Господи, наша кровь, но пролилась и Бога. Отец наш, Небесный, мы благодарны за то, что в Иисусе Христе каждый человек может найти спасение. Господи, может быть, сегодня есть те, кто в нашем собрании ищем не это. Дай Господи разумение того, что без прощения нет ни радости, ни мира, да и в принципе нет самой жизни. Господи, благодарны и хотим возвестить Его славу на Иисуса Христа, наш великий Бог, Отец и Сын, и Господь, Аминь. Аминь. Братья и сёстры, мы во время пения совершим добровольный сбор души церкви. Матеральность была на пицце. Вместе мы репут песни «От погибели спасла и мягкость Госпожа». Всё. Матеральность была на пицце. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.